Каждую ночь она просыпается от приступа. Из-за эпилепсии 12-летняя Катя лишилась всех увлечений. С началом войны ее здоровье резко ухудшилось. Судороги сводят лицо и ноги. Семье пришлось бросить все и покинуть родной Стаханов. Историю продолжат наши корреспонденты. Отсюда вылетит птичка. Показывай. Старенький фотоаппарат давно не работает, но в семье его хранят как память. На этих фотографиях наша жизнь в том краю. Многодетная семья Толочка – переселенцы из неподконтрольного Стаханова Луганской области. Родной город из-за войны покинули в начале 2014-го. Я лежала в Киеве, в седьмом роддоме. Уже по весне началось на Донбассе это все. Мы как раз уже лежали на выхаживании. И вернуться туда уже как закрытый путь. Супруги очень переживают за старшую дочь. У 12-летней Тани эпилепсия. Что это происходит, описать мне это сложно. Само приходит и само уходит через время. Приступы случаются каждый день. Чаще всего ночью. Судороги были только на лице. Потом уже, конечно, у нас присоединилась и нога. От многих увлечений девочке пришлось отказаться. Хотела потом пойти еще на танцы, но не разрешили. Утешение нашла в занятиях музыкой. Чтобы не позволить эпилепсии развиваться дальше, нужно принимать препараты. Это стоит порядка тысячи гривен в месяц. Марина в декрете. Ее супруг только устроился на работу. В фейсбуке я увидела именно эту программу лекарства детям. Конечно, я зацепилась за это и позвонила. Спасибо большое Ринату Леонидовичу. Это нам очень помогает. Потому что нагрузка финансовая была очень значительная на нас. В штабе Рината Ахметова уже три года помогают тяжело больным детям Донбасса. Это поддержка на проведении сложных операций и жизненно важными препаратами. В рамках программы «Лекарства детям» выдано более трех тысяч наборов противосудорожных, противоосматических препаратов и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Спасибо за то, что помогаете людям в таких нужных ситуациях, но в тяжелых. Благодаря лекарствам Таня не пропускает учебу в школе и занятия по музыке. Она мечтает выступить на концертах, а еще жить в большом доме. В таком, который был у семьи до войны. Оксана Корчма, Мария Сергеева, Сергей Чакрыгин. Для сегодня канал Украина.